Приветствую вас. Я бы сказал, что несколько странно выглядит ваш вопрос. Ну, во-первых, почему вы не верите своему отцу? Это первое. Мне думается, что человек не виновен, пока не доказана его вина. Если человек говорит, что он не виновен, что не делает того, что ему инкриминируют и не доказательств, а вы основываете только на своей невере, то получается, что сами вы считаете его виновным. И я полагаю, что связано это исключительно с тем, что он разрушил ваш образ идеального мужчины, которым был до этого. То есть вы видели в нем только отца, но не видели в нем человека и не видели в нем, может быть, мужчину. Хотя про него, как про мужчину, в какой-то степени вы действительно говорите. То есть здесь есть элемент идеализации и есть элемент переноса на отца своего собственного разочарования с самим фактом того, что ваш папа оказался в том месте в то время. Следующее. В семье в крепкие отношения нельзя разрушить одним действием, как ему угодно. Нельзя. Невозможно. Нельзя разрушить доверие, потому что в здоровых отношениях человек доверяет в первую очередь себе. В здоровых отношениях человек в первую очередь доверяет самому себе и значит доверяет своему выбору и значит доверяет человеку. А не так, что я доверяю тебе, потому что доверяю тебе себя и завищу от тебя. Нет. При первом подходе ошибки, проступки, всякого рода отступания позволяют. И это нормально. Во втором случае происходит то, что происходит у вас. Я бы сказал, что обида ваша, которую вы описываете, в некоторой степени противоречит тому, что вы говорите, что его простили. Во-первых, во-первых, непонятно, что простили, если он говорит, что не совершал. И по факту получается, что вы простили ему то, что вы ему не верите. Но по факту прощать ему нужно вас, потому что вы ему, своему родному отцу не верите. Если так вот говорить. И вместе с тем обида это ваши ожидания. Это элемент переложенной ответственности на отца за то, что хотите вы. Поэтому с обидой необходимо поработать. Это первое. Второе. Вы, по моим ощущениям, себя наказываете. И есть ощущение, что ваш муж – это отражение того, как вы видите себя. Что вы зависимая, не самостоятельная, сомневающаяся в себе, перекладывающая ответственность на другого человека, пытающаяся получить защищенность от других людей. И, как мне кажется, в глубине считающая, что вам должны помогать, что вас должны поддерживать. Но при этом не ведущая себя так. Чтобы вам хотелось помогать, чтобы вас хотелось поддерживать. поддерживать. То есть, у вас есть определенная планка. И вы хотите, вы претендуете на нее. Но цену, но цену, цену за это вы не платите. Может быть, не можете заплатить. Может быть, не хотите платить. Я не знаю. Но проблема такая. Потому что мы же выбрали ровно того, как вы себя чувствуете, как вы себя воспринимаете. Вы не сдадитесь в объятиях, вы не сдадитесь в ласке, в том числе и потому, что А. Вы себя не полностью принимаете, не полностью. Любите Б. Вы не чувствуете себя защищенной. Обратите внимание, что вы говорите о том, что неужели я не буду счастливой. Придется подавать на развод. Проблема в том, что вы видите свои счастья сейчас только с кем-то, но не самые потенциальные по себе. И, повторюсь, за приверженность семейной ценности. Ценность за приверженность. Вы не хотите платить цену. Ну, вот ту цену, которую нужно заплатить. Вам не хочется этого делать. Нет, я вас не осуждаю, я не считаю, что вы прям должны. Я просто говорю, что есть противоречия. Какой выход в этой ситуации? Ну, я бы сказал, что потихонечку разбираться в себе, поработать с обидами, например. Простите наконец отца. Простите в себе то, что на данный момент. По моему мнению нет. То есть... Ну, вот... По моему мнению нет. В этих направлениях поработать. Мне кажется. Вот. И... Соответственно... О чем-то говорить. Тогда уже можно будет вам что-то рекомендовать. Тогда уже вы, может быть, сами разберетесь в том, в чем вы нуждаетесь. Тогда, может быть, вы сами разберетесь в том, чего вам хочется. Тогда, может быть, вы сами разберетесь в том, как дальше выстраивать свою жизнь. Например. Например. Вот. Я думаю, что примерно так. Можно было бы ответить вам на вопрос. Потому что сейчас, вот пока у вас есть подобные противоречия, да, вот. Ну, вряд ли вы сможете разобраться с этой ситуацией. Вот. Вряд ли. Что-то маловероятно, что вы сможете это сделать. Раз всегда будет, как-бы, тянуть запреты выбора не произвольный выбор, а некая, может быть, компенсация. Я бы так сказал бы. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Универсального выхода в вашей ситуации нет, потому что нужно поисследовать ваш опыт, нужно прорабатывать ваши травмы. Вот. Потому что сейчас это все достаточно болезненно для вас и, в принципе, ну, в принципе, я хорошо вас понимаю. Вот. Ну, тем не менее, это мало что меняет. Вот. Ну, просто просто потому что, просто потому что, это мало что меняет. К сожалению. Поэтому. Разбираться нужно. Так. Не забуду никогда. Ответы намного сделал. Ну, вот, мне кажется, в вашей семье все вот склонны к какой-то степени, не знаю, друг другу сжатываться. Собой. Ну, прям, понимаете, такое ощущение возникло, что вот склонны к друг другу, склонны все жертвовать собой. Вот. Ну, нам надо бы из этого выходить. Причем, сжатывать с собой весьма интересно. Я подскорбил, а то есть, как бы, ищертывая с собой, чтобы потом меня поняли и простили. Наверное, я жду этого. Вот, не очень, не очень ли это похоже на вашу модель поведения, когда вы жертвуете чем-то, потом ждете, что вам помогут. Ну, и следует, ну, в общем. Так. Дальше ему портило. Обидка есть. Дальше жить с этой обиды не знаю, но обиду нужно проработать. Почему он там оказался неоценный слогат, когда у вас была на промесе, а не никто разрушил, что именно разрушило, где оказался, непонятно. Честно, помню, что он обрегал. Любил, помогал. И теперь, салют, у меня не хватает. Не, мне так его не хватает. Просто в разговоре обиды. Ну, тут уже, эм, больше, вопрос, эээ, ну, как бы, ваших взаимоотношений с отцом нужно разбирать. Потому что, чего именно не хватает, да, чего именно не хватает, кое-каких, каких, эээ, чего не хватает. Это очень важно. Эээ, так, дальше. Идём. Эээ, так, мне жалко не встретил мужчина, хоть капелька похожа на моего отца. Ну, эээ, естественно, что встретила. Я бы сказал, что вы выбрали от себя определенного мужчину. Вопрос в том, что, что, для чего и как выбирали. Вот, что, пожалуй, важнее здесь всего. Вот. А, как, что нас тут встретила? Ну, люди не встречаются, как правило, просто так. Это же редко происходит вот. Думаю, такая любовь с ума отцы бы подвигла к ошибкам и выборам мужчину. Я бы не сказал, что это прям любовь, что больше похоже на зависимость. Так и не стало счастливый брак, а муж полностью не похоже на отца, по сравнению с некоторым местом, что лично на поскольку ему надо. Но об этом я говорил, никогда не обнимся, но подсказывают не спросом, что именно спросом. Но опять же у вас есть требования к мужчине, но почему-то вы эти требования не продвигаете и не защищаете. Отец другой всегда облюбил, облегал, всегда помогал, уважал. Вы идеализируете свою особу по правилам. Почему я выбрал такого человека, потому что не знаю, не так тяжело в браке жить. Не очень понятно, что это имеется ввиду, но с этим надо разбираться. Вы выбрали вы из страха любимый быть. Я так думаю. То есть вы же хотите казаться идеальной для своего отца. Вот. Если я не идеальный для своего отца, то я плохо. Ну и может быть в глубине души, может быть есть мысли по поводу того, что если ваш отец, по вашему мнению, поступил так, как поступил, то может быть за это ответственны. Ответственны вы. Не умели. Так. Не умели. Больше я никогда не смогу быть счастлива с мать, что только я сам по себе, сам по себе, а без кого-либо. Придется подать на развод. У нас сможете таким бесчувственным человеком. Но вы его выбрали. Хотелось жить полной жизнью и встретить любовь всей своей жизни. Я бы сказал, что здесь опять же очень идеализированная позиция. Потому что. У меня не было никаких проблем при том, что здесь Я не знаю ничего. Я не знаю. Это значит жить полной жизнью. Что это такое? Жить полной, жить полной жизнью. Это Карак! На что вам нужно даровать? На мой взгляд вы это идеализируете. В этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.